Мухтар Аблязов Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать о нескольких эпизодах из жизни Косможемарта Токаева. Назарбаев в своих публичных выступлениях, неоднократно подчеркал, что испытывает личное доверие к этому кандидату. Я бы хотел дать несколько примеров, показывающих, как это доверие сформировалось. Такаев был дважды министром иностранных дел Казахстана. В 99-м Назарбаев назначил его премьер-министром. Такаев всю свою жизнь был государственным чиновником, считался профессиональным дипломатом. Что это значит в условиях Назарбаевского Казахстана? Это значит, что Такаеву не нужно было разбираться в экономике, финансах, социальных вопросах. Единственное, что от него требовалось, это быть преданным лично Назарбаеву, уметь гладко преподносить официальную пропаганду за пределами Казахстана. Кстати, именно Такаев занимался передачей приграничных казахстанских земель Китаю. Это, конечно, было решение Назарбаева, но выполнял его непосредственно Такаев. Какой объем земель передали Китаю до сих пор является тайной. Общая площадь переданных земель засекречена Назарбаеву. По официальным данным, в период с 1997 по 2003 годы Казахстан передал Китаю 400 квадратных километров. Однако, по неофициальным данным, Казахстан отдал Китаю не менее 100 тысяч квадратных километров. Территории целой области продали за взятки без соглашения с народом. Сделка уже состоялась и землю вовсю осваивают китайцы. Кто будет отвечать перед народом за разбазаривание земель? Именно Такаев подписал все документы по передаче земли Китаю. Эти документы до сих пор строго засекречены. Но я обещаю, что когда ДВК сменит режим Назарбаева, все сделки с Китаем станут достоянием общественности. Именно руками Такаева Назарбаев расправился с демократическим выбором Казахстана, мирным оппозиционным движением, которое мы впервые создали в 2001 году. Соучредителем ДВК были мы с Галамжаном Жекьяновым, Акимом Павлодарской области. К нам присоединились многие молодые члены правительства, депутаты, общественные деятели и крупные бизнесмены. Мы, организаторы ДВК, поставили себе задачу добиться реформирования политической системы Казахстана. В 2001 году мы призывали к децентрализации политической власти через прямые выборы Акимов областей, построение сильной законодательной власти и независимой судебной системы. Мы требовали отстранить от государственной власти близких родственников Назарбаева, а также призывали к проведению расследования коррупционных сделок, в которых принимали участие высшие должностные лица правительства, включая самого Назарбаева. В ответ на создание ДВК, по приказу Назарбаева, Токаев начал немедленно преследовать всех участников движения. Но находятся люди, которые хотят потрясений в нашем обществе. В этих целях они используют все средства, включая интернет-террор. Я вынужден обратиться к народу Казахстана, президенту и парламенту страны. Некоторые наши граждане и даже государственные служащие решили объявить собственному государству войну. Кто больше всех говорит о сворачивании демократии в Казахстане? Бывший президент Кегок и член правительства Мухтар Аблязов, заместитель премьер-министра Ураз Жандосов, Аким Павлодарской области Галамжан Жакьянов, я внес предложение освободить их от занимаемых должностей. Если президент не примет мои предложения, то в отставку уйду я сам. Всего через два дня после образования ДВК Галамжана Жакьянова уволили с поста Акима области. Вместе с ним уволили или вынудили уйти в отставку многих других высокопоставленных чиновников, организаторов ДВК. Против меня и Жакьянова были открыты уголовные дела и меньше чем через полгода нас обоих осудили по сфабрикованным обвинениям. Когда я сидел в тюрьме, семья Назарбаева и его близкое окружение обсуждали, что же со мной делать. Большинство членов клана Назарбаева были за то, чтобы посадить меня надолго и убить в тюрьме. В первую очередь за мою ликвидацию выступали Тимур Кулебаев и Дариган Азарбаева. Даже так называемый дипломат Такаев также выступал за мою физическую ликвидацию. Только сильное международное давление и протесты по всей стране спасли мне жизнь. В тюрьме, где держали Мухтара, прогремели провокации с погромами. Под шумок провокаторы подготовили заточки из арматуры, чтобы заколоть важного заключенного. Аблязову удалось спастись, но происшествие получило большую огласку. Поэтому двое действующих депутатов, Серикбалсын Абдильдин и Тален Тахтасынов, приехали к Мухтару в тюрьму, чтобы взять интервью. По большому счету, среди политиков нет сомнений о том, что вы по политическим материам находитесь здесь. Вот в какой степени даже должны свои действия или взаимоотношения с властью делать нынешней оппозиции Казахстанской? Ну видите как, конечно, если власть готова идти на конструктивное сотрудничество, то на это конструктивное сотрудничество надо идти. Сейчас подписано распоряжение Назарбаева о том, что будет создана комиссия, которая будет вырабатывать различные... Некий совет. Да, некий совет. Я, честно говоря, отношусь к этому скептически. Я считаю, что это попытка создания очередной декорации. То есть у нас регулярные декорации, декоративный парламент, декоративное правительство, декоративная независимость, потому что все вершит у нас один человек. И когда говорят, что давайте будем сотрудничать, и в этих условиях идут репрессии активные, в частности провокации против Сергея Дуванова, и в том числе идут процессы давления на нас, и это повсеместно на всех идет оппозицию, в этих условиях, о каких может быть идти формах доверия и тому подобное. И я не верю. Если бы президент был искренним и отвечал за судьбы любого, в том числе и за вашу судьбу, встреча с ним до суда, диалог с ним до суда, мог бы разгрузить проблему? Ну, дело в том, что диалог до суда у меня был, у меня даже число, помню, 23 января было, где, значит, он меня предупреждал, что если я не откажусь от своих убеждений, от членства Демвы Убрия Казахстана, то против меня будут открыты уголовные дела, и что меня посадят, и отберут бизнес. До этого, в течение нескольких лет, меня донимал его зять, требуя отдать долю в бизнесе, ссылаясь на Назарбаева. И вот на этой последней встрече мы обсуждали многие вопросы, в частности, вопрос выборности Акимов, который очень болезненно был воспринят властью, и было президентом сказано, что теперь выборы Акимов будут идти через областные маслехаты, через маслехаты, то есть непрямые назначения указывает президент. Но, к сожалению, он этого, то, что я говорил, не выполнил. Более того, он сказал, что судьба твоя, Иган-Джан-Жакьяна, под моим личным контролем будет. Ну, я вижу, что действительно под личным контролем. Вернемся к рассказу о Такаеве. После того, как Назарбаев развязал преследование членов ДВК руками Такаева, сам Такаев недолго продержался в кресле премьера. Через пару месяцев, в 2002 году, его правительство было распущено, и в новом правительстве Назарбаев понизил Такаева, повторно назначив его министром иностранных дел. В этом кресле он просидел до 2007 года. Переезд в Швейцарию и подарки для шефа. За преданную службу Такаев получает ответственную должность – стать глазами Назарбаева в Европе. Личная переписка с сыном из взломанной электронной почты пролила свет на истинную цель работы Такаева в Женеве. В марте 2011 года Такаев был назначен генеральным директором отделения ООН в Женеве и заместителем генерального секретаря ООН. Официально Такаев был сотрудником Международной организации ООН в Женеве с марта 2011 по октябрь 2013 года. Ему, как сотруднику организации, находящейся в Швейцарии, был выдан на 5 лет статус резидента Швейцарии. Такаев не работал на Казахстан. Он был штатным сотрудником непосредственно ООН. А это означает, что кандидат в президенты Такаев нарушает статью 41 Конституции, которая требует, чтобы кандидат в президенты проживал в Казахстане последние 15 лет. Важно понимать, что в вопросе назначения генерального директора отделения ООН в Женеве голос России является ключевым. Поэтому Назарбаев лично договорился с Путиным посодействовать в назначении Такаева в качестве гендиректора Женевского офиса ООН. То есть даже для этого назначения понадобился Блад и старший брат. Накануне своего отъезда в Женеву в марте 2011 года Такаев написал сообщение своему сыну. Вообще отец и сын переписываются регулярно. Сыну Такаева 35 лет. Интересно, что Тимур Такаев уже давно получил швейцарское гражданство. От казахстанского гражданства Тимур Такаев не отказался. Как вы знаете, в Казахстане запрещено двойное гражданство, и при получении швейцарского гражданства он был обязан отказаться от казахстанского гражданства. Сразу после получения швейцарского гражданства Тимур Такаев уехал из Швейцарии жить в Россию к матери. Его мать Надежда Такаева родилась в Нижнем Тагиле, но сейчас постоянно проживает в Москве. Тимур Такаев также до сих пор проживает в Москве. Вот такой гражданин мира, сын второго президента. А что тут такого, спросит Такаев. У лидера нации тоже дочь Динара и внуки живут в Швейцарии. Если можно Назарбаевым, то значит можно и Такаевым, который равняется на них. Хотя отец и сын живут в разных странах, переписываются они регулярно. Что же папа пишет сыну? 19 марта провел вечер с шефом. Вначале сходил в сауну, поплавали в бассейне, потом ужинали. Первую половину вечера с нами была она. Потом оставила нас вдвоем. Была откровенная беседа, которая в целом носила прощальный характер. Хотя и договорились, что если понадоблюсь, могу приехать в любое время. Как я сказал, он недоволен братом. Все, что говорилось, описывалось, стало наконец известно ему. Вплоть до того, что он выпросил когда-то 2 миллиона долларов для передачи якобы американцам и не отчитался. В общем, накопилось. Я сказал, что еще в 2003 году предупреждал об опасности со стороны Облязова. Не прислушались. Сказал также, что за все время так и не смог примкнуть к кому-либо. Друзьями не обзавелся. Поэтому и уезжаю, сожалею об одном. Не будет возможности хотя бы иногда общаться с ним. Понятно, когда говорится шеф, речь идет о Назарбаеве. В своей переписке Такаевы не оригинальны, когда пытаются кодировать имена. Это характерная особенность ближайшего окружения Назарбаева. Такаев сообщает сыну Тимуру важную для него информацию. Он целый день находился в обществе Назарбаева, шефа. Был с ним в сауне, плавал в бассейне, затем был с ним на ужине. Между Назарбаевым и Такаевым состоялся доверительный разговор наедине, на котором Такаев пообещал Назарбаеву по первому же его зову вернуться в Казахстан. А таинственная она – это не Сара Алпыцевна, а Асель Исабаева, третья жена Назарбаева. Из письма Такаева очевидно, что он посвящает сына партнера во все детали интриг придворных кулуаров на султан Назарбаева. Это подтверждает фраза «Он недоволен братом». Такаев имеет в виду Каната Саудабаева, бывшего министра иностранных дел и государственного секретаря. Следующая цитата «Все накопилось» говорит о том, что карьера Саудабаева закатилась. Не без дворцовых интриг, что очевидно беспокоит самого Атакаева, и он сообщает сыну. Короче говоря, мой отъезд кстати. Как видно из письма, Такаев сам опасается возможных внутренних разборок. Он рад покинуть Акварду, в которой, как он сказал Назарбаеву, он так и не смог обзавестись друзьями. Касамжимат понимает, что Назарбаев маниакально опасается дворцового переворота. Постоянно нуждается в заверениях преданности. Такаев делится с сыном, намекая, что смог убедить престарелого диктатора в своей рабской преданности. Он один, друзей нет, не выбирает никакие стороны. Предан только одному Назарбаеву, по которому будет скучать в Швейцарии. Он описывает это сыну Тимуру как успешную операцию. Далее, упустив важный финансовый аспект, Такаев примерно через полтора часа посылает второе сообщение сыну Тимуру. Забыл сказать, что купил подарков для нее и для него на 140 тысяч. Для нее, граф, серьги и кулон. Понравилось. Такаев с гордостью сообщает сыну о взятках, так называемых подарках, которые он дал главному государственному чиновнику, первому президенту Казахстана. Понравилось. Вот что важно. Такаев безвольная мебель на службе режима. Тут, конечно, возникает два вопроса. Во-первых, Такаев пожизненный бюрократ, и он ни дня не работал в бизнесе. Каким образом госслужащий может подарить украшение на сумму 140 тысяч долларов? Эта сумма, потраченная на подарки для Назарбаева и его молодой жены, равна зарплате министра за три года. Во-вторых, почему Назарбаев, будучи госчиновником, принимает такие дорогие подарки и позволяет это делать членам своей семьи? Закон Республик Казахстан о государственной службе прямо запрещает принимать подарки дороже двух месячных расчетных показателей или пяти тысяч тенге. Я уже не раз рассказывал о маниакальной любви семьи Назарбаева дорогим ювелирным украшением. Об этом знают все в его окружении, знал и Такаев. Как думаете, Назарбаев задекларировал подарки на 140 тысяч долларов? Уверен, что нет. А именно это и является одним из простых и наглядных примеров коррупции. Масштабы, которых ворует Назарбаев, для него это просто мелкий знак внимания. Такаев, ни дня не проработавший в бизнесе, дарит вот такие подарки президенту страны. В то время, когда многие казахстанцы с большим трудом сводят концы с концами. Посмотрите, какие подарки получают рабочие члены профсоюза на предприятиях Казахмыса, настоящим собственником которого является Назарбаев. Делим мы подарки от профсоюза Казахмыс ТО Мэйкер. На 22 человека. Вот так вот нас обеспечивает профсоюз, которым мы выделяем деньги каждый месяц по 1000 тенге и больше. Некоторым даже не хватило по 4 печеньки, пришлось разделить. Два батончика, две барбариски, одна барбариска, апельсин и два дубок. Кстати, где и как Такаев получает коррупционные доходы, я обязательно расскажу позднее. Важно помнить, что Хасмажимар Такаев верный раб Назарбаева. Он делает только то, что ему прикажет его хозяин. Всю жизнь он работает только на него и поставлен быть президентом только для того, чтобы сохранить власть над страной для семьи Назарбаева. Мы должны сказать, нет планам Назарбаева. Такаев не наш президент, он просто мебель.